Здравствуй зритель, ты на канале кратких прохождений игры, сегодня мы займёмся ещё горячей новинкой Dead Island 2. Готовь биту покрепче, никогда не пропускай день ног, а мы начинаем. Зомби апокалипсис в самом разгаре, место действия, город Лос-Анджелес. Начало игры стартует с каст-сценой, в которой каждый доступный для прохождения персонаж попадает на самолёт для эвакуации. В ходе полёта на борту появляется один из заражённых, и ситуация резко выходит из-под контроля. Самолёт сбивают, и крушение неизбежно. Здесь игра нам позволяет выбрать одного из ранее показанных персонажей со своими не предысторией и характеристиками навыков. Выбираем пожарного по имени Райан и отправляемся крошить черепа заражённых. Райан просыпается в кабине разрушенного самолёта и, немного подлечившись, пытается выбраться наружу. Пройдя немного дальше, мы встречаемся с компанией выживших, с известной актрисой, её агентом, а также каким-то мужиком косплеющего Кельвина из сиквела игры Форест. Неподалёку также обнаруживается супружеская пара, которая довольно серьёзно ранена. Наши друзья не в силах помочь им, а на горизонте уже слышатся зомби, поэтому все, кроме нашего героя Райана, покидают это место. Напоследок девушка пишет свой адрес, если главный герой решит к ним присоединиться. Ходячие мертвецы уже на подходе, поэтому игра любезно учит нашего героя обращаться с оружием. Отбившись от отлагающихся недругов, Райан пытается напоить водой раненую пару, однако девушка уже погибла и оживает в виде зомби, убивая своего мужа, а также кусая нашего героя. Чудом, от девушки удаётся отбиться, после чего наш герой теряет сознание. Очнувшись уже днём, где-то неподалёку, Райан решает наведаться в гости к ранее знакомой актрисе по адресу на руке. Прибиваясь через заражённых, нужный дом получается найти, однако нашего героя ждёт холодный приём. Жители дома увидели укус, но убить героя не решаются, после чего он снова теряет сознание. Райан приходит в себя через некоторое время и обнаруживает себя пристёгнутыми наручниками. Мужчина пытается убедить девушку в том, что ему стало лучше, однако она ему не верит. Тем временем в дом пытаются вломиться заражённые, и наш пожарный просит девушку расстегнуть его, так как он может помочь. Эмма сообщает главному герою, что наручники игрушечные, и чтобы открыть их, необходимо нажать на кнопку. Отправляемся на подмогу и крошим всё, что движется, а всё, что не движется, двигаем и снова крошим. Закрываем ворота и возвращаемся в дом. Наш герой понимает, что у него врождённый иммунитет к вирусу, так как укус не превратил его в одну из ходячих тварей, поэтому он решает отправиться дальше, чтобы связаться с кем-то из правительства и попытаться создать вакцину из его крови. Мы направляемся в отель под названием Гальперин, откуда по радио слышится голос мужчины. Рэн считает, что тот, кто говорит по радио, может одолжить ненадолго рацию. Направляемся до отеля, попутно уничтожая всех на своём пути, и добираемся до квартиры, в которой находится радиостанция, однако ранее звучащего мужчины уже нет. Что-то поистине большое и жуткое убило его, пока мы карабкались по вентиляции. Пользуемся рацией и выходим на связь с неким доктором Ридом, сообщаем ему всю известную нам информацию об иммунитете главного героя, после чего получаем приглашение в уже другой отель, где этот доктор Рид и находится. Тем временем, наш герой сталкивается с чем-то поистине ужасающим и страшным. С женой. Из-за этого зомби-апокалипсиса девушка не ходила по магазинам уже двое суток, поэтому она просто в бешенстве нашему герою, необходимо её усмирить. Разбираемся с невестой и возвращаемся обратно к Эмме, и пытаемся её уговорить помочь главному герою в путешествии до нужного отеля. Эмма не против помочь, однако она никуда не пойдёт без своего верного агента Майкла, который вскоре после нашего ухода покинул дом и не вернулся. Отправляемся на поиски пропавшего и через некоторое время обнаруживаем парня в одной из съёмочных площадок, окружённой ордой заражённых. Разбираемся с зомби и говорим с Майклом, он не против вернуться. Тем временем, нам звонит один из членов нашей компании, мужчина по имени Сэм. Сэм сообщает, что нашёл место, где может храниться оружие, и приглашает нашего героя присоединиться к нему. Майкл уверяет, что сможет добраться до дома сам, поэтому смело отправляемся дальше. Добираемся до дома Сэма в компании с ещё одним человеком и пытаемся прорваться через деревянную дверь, которая подаётся только с помощью огромного молота нашего друга. На хвосте у нас уже толпа, поэтому Сэм остаётся с ними разобраться, а мы со вторым напарником отправляемся в дом и встречаем нового заражённого – Крикунью. Крикунья способна издавать ужасный вопль, привлекая к месту новых зомби, а также ошеломляя своих врагов. Крикунья убивает нашего напарника, после чего нам удаётся ей отомстить. Заходим в дом, находим винтовку и отправляемся на второй этаж, опробовать её в действии. Вдоволь настрелявшись, возвращаемся к Эмме, который уже должен был прийти Майкл, и пробуем её снова уговорить покинуть дом. Ситуация выходит из-под контроля, так как прибывшего домой Майкла, по пути обратно успели покусать заражённые, и парню быстро плохеет. Сэм хочет застрелить Майкла, пока последний не превратился в зомби, однако Эмма останавливает его. Сэм отдаёт пистолет нашему герою и просит сделать то, что нужно. Майкл окончательно превращается и бросается на Эмму, но Райан успевает застрелить его. Эмма в бешенстве и не хочет никого слышать, поэтому отправляемся в путешествие в гордом одиночестве. Перед уходом прощаемся с новыми друзьями, которые советуют отправиться по канализации, и отправляемся в путь. Пробравшись через некоторое количество монстряков, встречаем взрывающегося зомби, которого мы ранее не видели, и уже почти проигрываем новому врагу, однако в последний момент нас спасает местный житель канализации. Нет, не этот местный житель. Вот этот. Мужчина по имени Пэттон, бывший военный, получивший серьёзное ранение в Персидском заливе. Время, проведённое в канализации, не пощадило рассудок Пэттона, и он предлагает нашему герою посмотреть с ним фильм ужасов, так как является истинным ценителем искусства. Отказываемся от предложений, следуем дальше по канализации, встречая на своём пути крайне странных людей, которые знают, что Райан испытывает странные ощущения из-за своего заражения. Ребята, решая нам открыть глаза на происходящее, сбрасывают нас вниз к толпе зомби. Главный герой испытывает признаки заражения и превращается в полузомби, сокрушая всех на своём пути и в стиле богомола. Ой, подождите, это же из Дайн Клайд 2. Вот, вот так лучше. Сценаристы этих двух игр, видимо, были одноклассниками, и в школьный год любили списывать друг у друга. Разобравшись со всеми в округе, отправляемся снова на поверхности. На одном из домов видим людей, зовущих на помощь. Здание окружено заражёнными, поэтому рубим их и закрываем ворота. Нас приглашают внутрь и рассказывают, что прорваться дальше довольно проблематично, так как зомби-апокалипсис пришёлся на неделю чемпионата качков, поэтому снаружи бродят огромные зомби на стероидах, один из которых решил поздороваться с нашими друзьями напрямую. Один из ребят выглядит подавленным, и мы решаем к нему подойти и узнать, в чём дело. Оказывается, в округе бродят несколько громадин, друзья этого парня. Когда началась заварушка, они втроём побежали до этого ресторана, однако забежать внутрь смог только он, парень по имени Алекс. Алекс всегда говорил своим друзьям не пропускать день ног в качалке, а они пропускали, поэтому не смогли добежать. Рен предлагает разобраться с мутировавшими версиями друзей Алекса, чтобы они наконец смогли обрести покой. Алекс не против и сообщает, что их можно легко найти, они будут громадными и накачанными, но только сверху, так как пропускали день ног. Что ж, отправляемся на поиски качков и завершаем экстероидную жизнь. Следуем дальше к нужному нам отелю с врачом, однако для начала необходимо пройти через карантинную зону военных, где занимаемся только Рубиловым и Крошиловым. Довольно крошившись, наконец добираемся до нужного нам отеля и встречаемся с доктором Ридом, который готов нам помочь в донесении важной информации правительству страны. Доктор Рид сообщает, что наша кровь уникальна, он свяжется с правительством для отправки вертолёта, который доставит нас в штаб-центр в Колорадо, а пока что доктору нужно время. Идём отдыхать, а на следующий день снова посещаем Рида, у которого есть плохие вести. Военные, и в частности вертолёт, не верят доктору, поэтому требуют доказательства уникальности крови нашего Райана. Никто не просит интимное видео с жующими нашего героя зомбаками, но хотят получить хотя бы образцы его крови. Доктор Рид сообщает, что для этого необходимо оборудование, которое находится на пирсе Санта-Моники, куда мы и отправляемся дальше. Преодолевая на своём пути немалое количество препятствий, удаётся добраться до нужного нам оборудования, с помощью которого получаем пробирку с нашей кровью. Доктор сообщает, что для проведения анализа крови необходимо ещё одно устройство под названием гемопривод. На вид это что-то вроде ноутбука. Правляемся за устройством в штаб спасателей, расположенном в парке развлечений, и прибираемся сквозь аттракционы, на одном из которых на нас нападает смеющийся и бешеный клоун-зомби. Ненадолго удается прогнать чудище, но я предполагаю, мы с ним ещё встретимся. Проходим дальше и находим нужное нам оборудование. Теперь спешим покинуть это проклятое место, однако не тут-то было, и нашего героя снова настигает клоун. Завязывается довольно тяжёлый бой, в ходе которого удается разобраться с врагом. Возвращаемся к доктору, который мило беседует с той симпатичной бабулей, которая пыталась убить нашего героя. Её зовут Лола. Лола отрицает своё намерение убить главного героя, объясняя это попыткой помочь ему, однако Райан ничего не понимает. Разговор прерывает один из членов общины, недовольный новыми гостями и сообщает, что дочь доктора Рида отправилась на разведку за едой и до сих пор не вернулась. Доктор просит нашего героя найти его дочь, на поиски которой мы отправляемся. Находим девушку, которая явно ищет в городе Нейду. Она просит не доставлять её пока что домой, в обмен на помощь в поиске правды. Райан хочет узнать, что за тётушка Лола, почему она выглядит так странной, что ей нужно доктора Рида, с которым она говорила о какой-то сделке. Тиша, дочь доктора, даёт нам наводку, приводящую нас к тайной лаборатории, в которой находится ещё один человек с иммунитетом к заражению. Доктор Ри тоже брал у него образцы крови и ставил свои опыты. Райан приводит в чувство бывшего испытуемого, который становится ужасающим монстром. Разобравшись с монстром, на место приходит и Тиша, на которую наш герой под воздействием превращения нападает. Тиша одолевает Райана. После пробуждения мы видим ту самую компанию ребят, которые хотели убить нашего героя, во главе с тётушкой Лолой, которая объясняет, что такие как они и Райан называются Нуминами. Человечество ждёт конец света, такие как они могут спасти мир. Женщина поясняет, что никакой болезни не существует, а доктор Рид не ищет лекарства. За остальными ответами она наставляет отправиться уже непосредственно к самому доктору. Доктора в отеле нет, но мы встречаем того самого члена общины, который сильно разозлён тем, что происходит. Он нашёл в компьютере доктора Рида какую-то информацию, согласно которой именно доктор виноват в зомби-апокалипсисе, который наступил. Парень рассказывает, что доктор Рид отправился на вертолёте в одну из лабораторий на Голливудском бульваре, после чего мы звоним нашей подруге Эмми и просим её помочь убедить канализационного друга стать пилотом вертолёта, который мы планируем забрать у доктора. Следуем в канализацию и встречаемся там с Сэмой и Сэмом, с помощью которых удаётся уговорить Пэттона стать пилотом вертолёта. Отправляемся на Голливудский бульвар и собираемся улетать, чтобы рассказать военным всю правду о зомби-апокалипсисе, а они уже пусть сами решают, что делать с доктором Ридом. Однако Сэму становится хуже, так как в канализации учить дело и разобраться, что же происходит на самом деле. Что ж, следуем в секретную лабораторию доктора Рида. Мужчина рассказывает, что 25 лет назад обнаружил в ДНК людей нечто, что предрекало каждому из них неизбежное превращение в зомби. Поэтому доктор решил проводить эксперименты, которые привели к эпидемии. Доктор рассказывает, что сделает своей дочери ходячее лекарство, модифицируя её эмбрион ещё до родов, после чего превращается в страшного громилу. Побеждаем в бою громадину, берём созданное лекарство и вкалываем в нашего друга Сэма. Затем отправляемся спасать оставшуюся в здании Тишу, так как её кровь, способной превратить зомби обратно в человека. На этой красивой ноте игра заканчивается. Зритель, спасибо за просмотр, не забудь подписаться, чтобы не пропустить новые видео, а мы прощаемся, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok